Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Справиться с трудной ситуацией семьям Самары помогает социальный контракт. Что это такое и чем социальный контракт отличается от обычных выплат? На какие цели можно потратить помощь в рамках социального контракта? Какую поддержку смогут получить родители двойняшек накануне учебного года? В нашей студии Ирина Гриднева, заместитель руководителя департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации городского округа Самара. Мы работаем в прямом эфире. Можете задавать нам свои вопросы. Телефон в студии 202-11-22. Мы обязательно передадим всю информацию нашему уважаемому гостю. Ирина Николаевна, добрый вечер. Рад вас видеть. Добрый вечер. Итак, справиться с трудной жизненной ситуацией жителям Самары помогает социальный контракт. Явление новое, необычное. Вот что это такое и чем социальный контракт отличается от обычного? Ну, давайте для начала, что это такое вообще социальный контракт? Потому что не все на самом деле это знают. Добрый вечер всем. Тема социального контракта на сегодняшний день очень актуальна. Что такое социальный контракт? Социальный контракт это соглашение между гражданином и органом социальной защиты населения по месту жительства. В рамках этого соглашения орган социальной защиты оказывает государственную помощь в виде денежных средств, а гражданин, в свою очередь, обязывается исполнить условия социального контракта, включая программу социальной адаптации. Ну, если проще говоря, то есть это соглашение между малоимущим гражданином и органом социальной защиты населения на оказание помощи. Помощи какой? Вот для чего? Потому что традиционно ваше ведомство оказывает помощь, ну, там, выплаты какие-то, я не знаю, там, помощь в прямую, когда, например, дают, там, ну, те или иные предметы. А вот в данном случае для какой цели может использовать гражданин те деньги, которые он получит? Вот это важнейший вопрос. Ну, хочу подчеркнуть, что социальный контракт принципиально отличается от тех выплат, которые получают у нас граждане, потому что социальный контракт это не только помощь от государства, но это также активные действия гражданин, то есть он должен сам принять активное участие в той поддержке, которую ему оказывает государство, научиться зарабатывать самостоятельно и постоянно, чтобы у него был доход, и тем самым мы помогаем выйти из какой-то трудной жизненной ситуации гражданину и помочь ему улучшить материальное положение. То есть он сам включается в эти действия, то есть не только получает денежные средства от государства, но и сам принимает активное участие в этом мероприятии. То есть верно ли я понимаю, что на самом деле это вот некое соглашение между человеком, который обратился к вам и вашим ведомством о том, что вы помогаете ему, ну, по сути дела, стать самозанятым, то есть начать какое-то дело, запустить какое-то дело, мы дальше обсудим какое-то дело, и с вашей помощью он начинает вот этот, ну, такой свой личный, маленький, но очень важный для него проект. Действительно, это так, это некий стартап, понимаете, для человека, то есть он действительно может попробовать свои силы, открыть там свой небольшой какой-то бизнес, заняться там собственным делом. Ну, это опять-таки как бы одна, так сказать, из видов помощи, вот, у нас их всего четыре предусмотрено. Ну, мы отдельно их обсудим, да. Вот на какие цели, то есть получается, это одна цель, на самом деле единственная цель, это начать зарабатывать деньги с помощью вот тех денег, которые он получает, я правильно понимаю? Да, ну, это некий стартовый капитал, некий стартовый капитал, да, для развития его собственного бизнеса, который поможет ему выйти из какой-то трудной жизненной ситуации и стать не малообеспеченным, а выйти на какой-то более высокий уровень жизни. То есть стать самостоятельным, по большому счету? Да, правильно. А когда начала действовать в Самаре вот такая мера, и кто ей может воспользоваться? Потому что на самом деле, ну, звучит очень интересно, и желающих может быть очень много. Многие захотят обратиться и сказать, дайте нам, пожалуйста, денег для того, чтобы мы могли тоже начать зарабатывать самостоятельно. Ну, вообще, помощь в виде социального контракта оказывается у нас с 2000 года, но принципиальные изменения у нас произошли. И с 1 января 2021 года вступила в действие новая редакция правил предоставления и распределения субсидий с федерального бюджета бюджетом субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной помощи на основании социального контракта. Это постановление было подписано буквально прямо в конце года, 31 декабря 2020 года. Поэтому с января месяца мы активно включились в работу, и на сегодняшний день у нас очень много уже обращений за этой помощью. Кто может воспользоваться? Вот обращая, кто имеет право, допустим, вот я имею право к вам обратиться или не имею? Вот это вопрос, ну, на самом деле, наверное, краеугольный в этой ситуации. Данные меры поддержки может воспользоваться, ну, по большому счету, любой гражданин, но он должен быть признан малоимущим, то есть его доход должен быть меньше величины прожиточного минимума, установленного в Самарской области. То есть средний душевой доход на одного члена семьи должен быть ниже величины прожиточного минимума. А напомните, какой сейчас, вот какая величина прожиточного минимума, чтобы наши зрители понимали, о чем идет речь? То есть вот о какой цифре, какой порядок цифр должен быть? 12 тысяч. 12 тысяч рублей. То есть, допустим... Ну, это опять же, если мы берем трудоспособное население. Трудоспособное население. То есть условная семья из четырех человек, если на каждого члена семьи менее 12 тысяч официальный доход, человек, ну, теоретически может обратиться к вам, прийти и сказать, уважаемые, помогите мне, пожалуйста, я хочу начать зарабатывать деньги самостоятельно, и, соответственно, вы уже начинаете с ним работать. Да, все правильно. То есть мы помогаем в поиске работы, мы можем выйти человеку из трудной жизненной ситуации, преодолев какие-то, ну, буквально обычные бытовые проблемы. Человек у нас может открыть ведение личного подсобного хозяйства, попробовать себя в предпринимательской деятельности. Ну, это я думаю, сейчас вот более подробно остановимся на этих направлениях. Я, знаете, сейчас о чем подумал. Вот сегодня было послание президента, и там важнейшая часть этого послания как раз касалась мер социальной поддержки населения. А ведь вот что может быть лучше, какая мера поддержки может быть лучше, чем помочь человеку начать зарабатывать самому? На самом деле, очень вовремя, и, наверное, может быть даже идеальная поддержка вот в этой ситуации. Конечно, социальный контракт вот и направлен на адресную поддержку, то есть помощь конкретному гражданину. Тем он, понимаете, и интересен, этот проект, и важен, потому что каждый, каждый гражданин, ну, опять же, со средним душевым доходом ниже. Со средним душевым доходом, да, безусловно. Вот, может попробовать выйти из того состояния, в котором он сейчас находится. То есть это шанс, понимаете, шанс для каждого. И он, между прочим, большой и важный. А кто решение принимает, вот, кстати, потому что, предположим, вот гражданин решил обратиться, там, провел семейный совет, потому что это же сложная, на самом деле, история этого, ну, для каждого человека это... Конечно, здесь важна поддержка всех членов семьи. Ну, вопросы оказания... Вот кто принимает решение, да, вот на семейном совете приняли решение. Мы попробуем зарабатывать самостоятельно. И главу семьи, у нас часто эти семьи бывают, кстати, и женщины тоже, к сожалению или к счастью, уж не знаю. Итак, глава семьи обратился к вам. Вот кто принимает решение? Ну, сейчас давайте начнем с того, что данный вопрос, то есть государственная помощь в виде социального контракта, находится в ведении Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области. То есть это их полномочия. Министерством создан приказ, которым утвержден состав комиссии Самарского округа просмотрения вопросов. И как раз решение принимается на этой комиссии. Утверждается, заключается этот контракт или не заключается. Прием заявлений граждан, оформление документов, дальнейшее сопровождение осуществляет на территории Самары государственное казенное учреждение, комплексный центр социального обслуживания населения. Подразделения этого центра имеются в каждом районе города у нас. Поэтому с заявлениями гражданину необходимо обратиться как раз в комплексный центр. Администрация городского округа Самара со своей стороны оказывает содействие в информировании населения о возможности получения данной помощи. Эту информацию можно получить на сайте администрации, на сайте администрации внутригородских районов. Знаем, что большой поток населения у нас приходит в многофункциональный центр. Поэтому там также размещены памятки. В наших муниципальных учреждениях есть памятки. Информация на стендах размещена. Каждый сотрудник сейчас у нас владеет этой информацией и может проконсультировать гражданина. Ирина Николаевна, тут знаете, какой вопрос важен. Мне сейчас вот эта мысль пришла в голову. Ведь человек, ну не каждый умеет на самом деле заполнять заявление правильно. Это довольно непривычное для нас дело. Особенно для человека, который оказался в сложной жизненной ситуации. Ему помогут оформить правильно все документы, сделать так, чтобы, условно говоря, из-за неправильно поставленной запятой он не получил отказ. Потому что здесь очень важно соблюсти не только дух закона, но и букву закона. Вот как с этим обстоит дело? У нас осуществляется обязательное сопровождение. То есть гражданина никто не бросает один на один с его проблемой. И с его документами, которые ему могут просто сказать, надо заполнять. В комплексных центрах есть специалисты, которые специально у нас обучены оказанию помощи по социальному контракту. То есть гражданин может обратиться, получить первичную консультацию. Затем ему помогут обязательно заполнить заявление. То есть это входит вот как бы в список, да? То есть это обязательно? Проговорят по перечению документов, какая необходима помощь. Допустим, составление бизнес-плана для индивидуального предпринимателя. У нас оказывает помощь самарский бизнес-инкубатор. Вот, важнейший вопрос, потому что человек-то ведь начинает. Конечно, но человек, кстати, который просто никогда не занимался этой деятельностью, ему очень сложно. И на каждом этапе у нас предусмотрена помощь гражданину. Не только информационная, методологическая, юридическая. Пожалуйста, то есть идет сопровождение всего социального контракта на протяжении его действия. Ну да, потому что даже вот простой важнейший вопрос, там чисто практически человеку нужно принять решение, например, стать самозанятым или индивидуальным предпринимателем. И человек, который с этим никогда не сталкивался, нужен некий специалист, который ему объяснит плюсы и минусы вот каждого состояния, допустим, и скажет вот для какого вида деятельности, что наиболее полезно и что наиболее, ну, целесообразно. Вот это, кстати, важнейший вопрос. Ну, комиссия у нас здесь вот как раз создана, правильно мы сейчас подметили, межведомственная комиссия. И в состав комиссии входят сотрудники разных подразделений. Вот как раз, допустим, Департамент экономического развития предоставил в комиссию кандидатуру и специалиста из бизнес-инкубатора. У нас туда входят представители центра занятости, нашего департамента, департамента спорта, министерства образования. То есть, действительно, грамотные специалисты вошли в состав комиссии, и на каждом этапе человек у нас получает консультацию. Скажите, а кто-то смог уже оформить вот социальный контракт? Да, у нас есть уже такие хорошие положительные примеры. Сегодня, допустим, вот у нас тоже состоялось уже четвертое заседание комиссии. Так. Рассматривалось 53 заявления. Слушайте, много, то есть народ на самом деле идет. Да, обращается, но это сегодня четвертая комиссия уже. Это только четвертая комиссия, да. Да, 53 заявления сегодня было рассмотрено. Вы знаете, абсолютно разные, разные поступают у нас заявления. Это, допустим, и открытие там мясного цеха по изготовлению там колбасных изделий. Слушайте, какие молодцы. Это и пошив одежды, и, я не знаю, установка натяжных потолков. Сегодня, например, интересный был случай, приходил молодой человек, который готов заняться предпринимательской деятельностью, оказывать услуги по дезинфекции, диротизации, дезинфекции. То есть, ну, тоже считаю, сейчас будет это очень актуально. Нет, ну это всегда, на самом деле, актуальная тема. То есть, соответственно, он вот, видимо, где-то работал, понимает, как это функционирует вот эта система. Очень много обращаются за установкой теплиц, то есть, по выращиванию овощей и в дальнейшем их реализация. По пошиву, ну, я бы тоже говорила, по пошиву одежды. Ну, какие такие еще интересные примеры. По оказанию юридических услуг. То есть, на самом деле, вот по факту, по факту народ, в общем-то, готов этим заниматься. И, вы знаете, я обратил внимание, что народ готов заниматься, кстати, реальным сектором экономики. То есть, выращивать, устанавливать, шить. Ну, юридические услуги, это как бы тоже сопутствующие. То есть, на самом деле, люди, услуга-то пользуется спросом. Да, очень-очень широко пользуется. Вот расскажите подробнее о направлениях, потому что вы сейчас сказали самые разные направления. Вот по каким направлениям можно воспользоваться социальным контрактом? Ну, вот как раз федеральным законом от 99-го года, 178, о государственной помощи социальной, у нас предусмотрено 4 направления. То есть, это вот я сейчас уже начнем по порядку разбирать. Давайте прямо по порядку, и каждая пишет. Это поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и мероприятие, направленное на преодоление трудной жизненной ситуации. Ну, давайте вот прям, что называется, с первого начнем. Поиск работы. То есть, на самом деле, в рамках социального контракта можно воспользоваться и этой помощью. Я правильно понимаю? Да, да. Это, наверное, сейчас у нас одна из наиболее востребованных как раз вот видов помощи – поиск работы. Что это значит? То есть, можно получить социальный контракт, и тебе в рамках этого социального контракта помогут, ну, там, пользоваться услугами кадровых агентств и так далее? Да, и поддержат материально. Вот как раз контракт на поиск работы заключается сроком не более чем на 9 месяцев. При этом гражданин получает единовременную выплату в размере величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. На сегодняшний день она составляет, мы уже с вами говорили, 12 126 рублей, точная ее сумма. И также получает сумму после трудоустройства, но не более трех месяцев. Ну, то есть, это такая некая страховка, потому что вдруг он устроился на работу, но ситуация так сложилась, ну, допустим, не его, что называется. Ну, грубо говоря, не прошел испытательный срок. Не прошел, да, кстати, да, испытательный срок. При необходимости выделяются средства в рамках этого социального контракта на обучение до 30 тысяч рублей. И ежемесячно на период обучения гражданин получает 6 тысяч 63 рубля, но не более трех месяцев, опять же, это выплату он получает. В приоритетном порядке помощь как раз вот по поиску работы получают у нас граждане, ну, это семьи с детьми, так скажем. Ну, понятно, скажем так, самая, может быть, сложная ситуация оказывается. Конечным результатом у нас является это заключение, то есть, что мы хотим достигнуть, да, мы хотим достигнуть, чтобы у нас гражданин заключил трудовой договор в период действия социального контракта и по истечению социального контракта, срока, да, увеличил свой денежный доход, ну, или доход своей семьи, грубо говоря. Ну, то есть, перестал быть малоимущим, ну, то есть, вот... Да, и безработным. И безработным. И безработным. Следующее направление. Второй вид у нас это социальный контракт осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности. Вот это самое интересное и сложное. Да, 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 да. Контракт заключается сроком до 12 месяцев. Единовременная выплата по этому направлению у нас составляет до 250 тысяч рублей в зависимости от представленной сметы. При необходимости переобучения гражданин также может получить денежные средства до 30 тысяч рублей. Ежемесячно 6 тысяч 63 рубля на период обучения, но не более трех месяцев, опять же, эти условия. Вот. Обязательным условием является это утверждение бизнес-плана, так как это, в общем-то, у нас предпринимательская деятельность. Ну, я уже говорила, что в этом помогает у нас Самарский бизнес-инкубатор. Ну, да, это такой, на самом деле, межведомственный проект, на самом деле, получился. Да, да. Вот. Ну, и, естественно, если человек не был зарегистрирован индивидуально предпринимательным, либо самозанятым, наша цель, чтобы он зарегистрировался и получал постоянный денежный доход. Третий вид у нас социального контракта – это ведение личного подсобного хозяйства. Соглашение заключается сроком до 12 месяцев в рамках этого контракта. Единовременный размер выплаты составляет не более 100 тысяч рублей, также в зависимости от представленной сметы. Аналогично производятся выплаты при необходимости на обучение, предоставляется та же сумма, про которую я говорила. То есть даже если ты, условно говоря, решил запустить личное подсобное хозяйство, ты имеешь право получить выплату на обучение? Да. То есть, условно, если ты решил разводить индейку, я сейчас фантазирую, и ты никогда этим не занимался, тебе надо получить информацию, тебе надо, чтобы кто-то научил, соответственно, он к вам обращается, вы ему выдаете деньги для того, чтобы он получил… Допустим, он получает 100 тысяч в рамках социального контракта, плюс ему предоставляется сумма на обучение. Но для этого гражданин должен подтвердить то, что он будет проходить обучение, он предоставляет нам договор. Эти деньги потом не возвращаются? Не возвращаются, нет. То есть это вот реально на его личный такой индивидуальный стартап, на его начало новой жизни. И четвертый? Четвертый социальный контракт – это направление на преодоление трудной жизненной ситуации. Это что такое? Для удовлетворения каких-то таких текущих потребностей граждане вправе на предоставленные средства, которые выделяются, приобрести товары первой необходимости. Ну, например, одежда, обувь, лекарственные препараты, потратить деньги на лечение, приобрести какую-то бытовую технику. Ну, знаете, вот даже есть семьи, у которых нет холодильников, нет стиральных машин. То есть это вот, пожалуйста, опять же, их шанс улучшить свое благосостояние. Также можно потратить эти деньги на товары и услуги по дошкольному образованию. Социальный контракт заключается до шести месяцев, на срок до шести месяцев. И ежемесячная выплата при этом составляет 12 126 рублей. То есть если нам гражданин доказывает свою трудную жизненную ситуацию, и специалист, выходя к нему домой... Да, вот я хотел сказать, здесь очень важно же оценить, потому что очень тонкая грань, очень тонкая, желающие могут разные появиться. Обязательно осуществляется выход в семью, беседуют с семьей. Важно понимается, чтобы у семьи было желание выйти из этой ситуации. То есть не просто потратить деньги на какие-то... Ну да, получить, потратить и через какое-то время попросить еще. А именно на предметы первой необходимости. Важный момент. С чего начать получение тогда? Вот, предположим, наш зритель сейчас увидел и понял, что мы говорим о нем, о его проблемах, о его задачах на сегодняшний день. Вот с чего начать? Тому, кто хочет начать поиск работы с вашей помощью, либо хочет стать индивидуальным предпринимателем или самозанятым, либо приобрести какие-то вещи, которые ему крайне срочно необходимы. Итак, вот куда обращаться, что нужно сделать, к кому обратиться? Расскажите вот весь механизм. Всех, всех, кто желает попробовать свои силы, мы приглашаем в комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства, где вас подробно проконсультируют, окажут вам помощь в подготовке пакета документов. Телефоны и адреса неоднократно вы видели уже на нашем экране, поэтому приходите, мы вас с удовольствием проконсультируем. Еще хотела сказать, что в настоящее время работает выставка у нас в Экспо-Волге, и завтра, 22 апреля, будет работать секция, как раз посвященная государственной помощи в виде социального контракта. Вход на выставку в Экспо-Волгу бесплатный, поэтому, пожалуйста, приходите, вас также подробно проконсультируют. Я думаю, будет интересно. А кто там будет консультировать? Вот как будет выглядеть эта консультация? Специалисты комплексного центра социального обслуживания населения. Непосредственно те, которые принимают документы и могут подробно уже рассказать гражданину, на какие моменты ему обратить внимание в подготовке. Ирина Николаевна, вот если говорить о поддержке населения, мы с вами сейчас обсуждали о том, что семьи иногда могут оказаться в ситуации, но сложные, когда им необходимы вещи, реальные вещи, потому что нет возможности их приобрести. Учебный год еще идет, но, тем не менее, вот сейчас семьи будущих первоклашек уже готовятся к новому учебному году. Насколько я знаю, у нас на территории городского круга Самара родителям помогают, родителям двойняшек, близняшек, можно как угодно назвать, помогают. Вот расскажите об этом. Что это за выплата? Как ее можно получить тем, кому это может быть необходимо? Ну, действительно, у нас в 2020 году, учитывая сложную ситуацию, было внедрено несколько новых выплат на уровне муниципалитета. И вот одна как раз из выплат, это семьям с детьми, первоклашками, близняшками, двойняшками, как вы говорите. То есть на помощь, на подготовку к первому классу в размере 5000 рублей на каждого ребенка у нас уже можно получить, будет, обратившись к нам с 1 июня. С 1 июня. То есть уже, в принципе, можно начинать готовить документы, обращаться, то есть чтобы прийти, обратиться к вам. Да, конечно. Для того, чтобы это получить, эта семья тоже должна иметь, ну, официальный доход на члена семьи менее 12 тысяч рублей, я правильно понимаю? При этой выплате доход у нас не учитывается. То есть это может получить семья с любым доходом? Да. При условии, что у них дети-близняшки идут в первый класс. Замечательно. А какие еще вот виды поддержки могут самарские семьи получить с детьми? Вы знаете, вот в 2020 году как раз по указу президента у нас внедрено очень много выплат для семей с детьми. Но это не полномочия администрации города, это полномочия министерства. Поэтому за выплатами вы всегда можете обратиться в государственное казенное учреждение, расположенное на территории города Самары. Также у нас каждое управление есть в районах города. На сегодняшний день мы выпустили справочник, актуальный справочник для семей с детьми. Сейчас у нас идет выпуск тиража. Поэтому мы будем очень активно распространять среди населения этот справочник, в котором предусмотрены все выплаты, льготы и пособия, которыми могут воспользоваться семьи, а также ветераны и пожилые граждане. Где распространять будете? Потому что для семей, ну это на самом деле очень важная информация, очень полезная. Когда ты в одном месте, а вот никуда не отвлекаясь, можешь понять вообще на что ты можешь рассчитывать. Справочники можно будет получить как у нас в департаменте опеки, попечистки и социальной поддержки, а также в наших муниципальных казенных учреждениях. В районных администрациях? Да, также можно будет. То есть точно так же, то есть можно прийти в районную администрацию, потому что для многих на самом деле районная администрация, ну, наверное, может быть ближе, проще и понятнее. Она как минимум ближе. Соответственно, то есть там тоже есть подразделение, куда можно прийти, поговорить и обратиться. Да, как только мы получим, обязательно передадим во все структуры. Еще одна интересная тема – это дополнительные меры поддержки медицинских работников. В Самаре действует вот эта программа. Их, насколько я знаю, утвердили с 1 января 2020 года. Вот какие основные пункты этой программы? Опять же, понимаете, у нас такой был какой-то знаковый, наверное, 20-й год. В 20-м году у нас… Ну, он был сложный, на самом деле. Да, 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 сложный год. Он был очень сложный, и мы до сих пор из этой проблемы-то еще не вышли, уж если говорить объективно. То есть это ковидный год, к сожалению. Вот, и опять же, с 2020 года у нас вступила в действие новая программа, впервые в Самаре, сохранение и укрепление общественного здоровья, в рамках которой предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий медицинских работников. Это пока на сегодняшний день участковая сеть. То есть это терапевты участковые, педиатры участковые и их медсестры, которые с ними работают на участках. Так, предусмотрены на сегодняшний день у нас три меры. Это выплата молодым специалистам, гражданам… неправильно, врачам. Врачам, да. Да, не достигшим возраста 35 лет и проработавшим три года в поликлинике. Ну, не более трех лет. Это выплата врачам в размере 5000 рублей и медицинским сестрам 3000 рублей. Как часто, ежемесячно? Ежемесячная выплата. Это хорошее, так. Дальше у нас предусмотрена компенсация аренды жилых помещений для врачей и медсестер. Но сейчас у нас пока только эта мера действует в двух районах. Это Куйбышевский и Красноглинский район, учитывая их удаленность и территориальную разрозненность. Поэтому, пожалуйста, врачи участковые, работающие на территории Красноглинского района и Куйбышевского района, пожалуйста, если вдруг вы снимаете квартиру, можете обратиться к нам и получить компенсацию до 12 тысяч рублей. Но это очень приличные деньги, с учетом того, что Красноглинский и Куйбышевский районы, но это не самые дорогие с точки зрения стоимости аренды района. Это практически можно, я так понимаю, покрыть всю аренду. И третья выплата, к сожалению, она у нас в 2020 году оказалась невостребованной, но сейчас мы немножечко скорректировали, пересмотрели эту выплату, убрав из нее прожиточный минимум. И с удовольствием приглашаю, опять же, участковых врачей и медицинских сестер за компенсацией по выплате за частный детский сад. То есть, если ваш ребенок посещает частный детский сад, то вы вправе обратиться в наш департамент и оформить компенсацию до 50% за плату частного детского сада. Ирина Николаевна, осталась минута, буквально, вот кратко, куда обращаться докторам и медицинским работникам для того, чтобы получить? Ну, во-первых, в любое подразделение МФЦ могут обратиться, и также в наше муниципальное казенное учреждение, Центр социального обслуживания заселения. Ну, на территории города у нас таких отделов 4 работают. Куйбышевский район, это Рижская сейчас, к сожалению... Не суть, короче, обращаться к вам. Да, да. Ирина Николаевна, большое вам спасибо за ваш нелегкий труд. На самом деле, вы делаете очень полезное дело, и, я надеюсь, мы еще с вами увидимся вновь в этой студии. Напоминаю, у нас в гостях была Ирина Гриднева, заместитель руководителя Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации городского округа Самары. Берегите себя, до свидания, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова